Мини-баня перевозная, 2,4 метра ширина на 4,5 метра длиной. Об этом поговорим сегодня. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Александр, я приветствую вас на проекте «Строй и живи» на нашем экспериментальном производстве, на котором мы стали делать маленькие мини-домики, мини-баники. В общем, одна из них сегодня на нашем обзоре. А все предыдущие, сейчас быстренько кадры покажем, и ссылки на них будут в описании, если интересно, смотрите, там разные есть решения. Сегодня у нас самая маленькая наша баня, которую мы когда-либо делали, то есть делали 6-метровую, а сейчас вот сказали, еще меньше надо. Ну, желание заказчика у нас всегда закон. Итак, баня построена по всем правилам каркасного домостроения, и это баня на деревянном каркасе, то есть каркасные стойки, каркасные лаги деревянные, стропильная система. Значит, утеплена она по 100 мм каменной ваты по всему кругу, то есть перекрытие, перекрытие верхнее и стены. Снаружи влаговетрозащитная супердиффузионная мембрана, вентзазор и имитация бруса, дважды покрытая антисептиком защитным. То есть это не краска, это защитный бесцветный антисептик. Ну, а обрамление оконных проемов, углов и дверных проемов выкрашено в белоцвет. На крыше андулин. Может быть, кто-то увидит там сбоку где-то откуда-то кадр, что труба печи без колпака. Для перевозки это пока так. Дальше, большая дверь со стеклопакетом. Мы попадаем в предбанник. Здесь у нас электрощиток, выключатели, розетки, еще одна розетка, на всякий случай, и место для того, чтобы раздеваться, переодеваться. По большому счету, наверное, все. Это такая раздевалка. Дальше идет деревянная дверь. И здесь промежуточное помещение, помывочное. Дальше опять дверь и парная. Такая планировка. Давайте поговорим про помывочную. Традиционно в этой помывочной у нас проливные полы. То есть, если посмотреть отсюда, то видно скошенный планкен, за счет которого сформирован пол. И туда уходит вода. Но она уходит не просто куда-нибудь на землю и загрязняет ваш участок. Она собирается там два специальных поддона. Из этих двух специальных поддонов в две сливные горловины. Примерно как у раковины, только диаметром в 100 миллиметров. И дальше вы можете объединить это одной вилкой, канализационной трубой. И увести уже через одну трубу вашу биостанцию, ваш септик или там куда угодно. Вот. В этом же помещении имеется топка печи, которая стоит сама в парной. Имеется окно для проветривания. Далее деревянная дверь, и мы попадаем в саму парную. В парной полки. Стены из осины. Вот. Здесь пароизоляция, естественно, не наша синяя. Везде наша синяя СИШП. Здесь фольгированная пароизоляция. Также 100 миллиметров утепления. Везде стоит фонарь. Имеется окно для проветривания и стандартной комплектации печь. Так как расстояние здесь достаточно сжатое, малое. И расстояние нагревательных элементов, горячих очень так скажем, от деревянных элементов близко. Соответственно, все обрамлено вокруг и снизу материалом негорючим. То есть это специальный материал, который предусмотрен для использования именно в таких местах. То есть здесь в пожарной безопасности все нормально. Да, кстати, насчет полов забыл сказать. По скриптам, так сказать. Они снимаются. То есть, в принципе, не сложно. Сейчас показывать не буду. Не сложно их поддеть. Их поддеть, ну там, чем-нибудь. И, в принципе, вот этот щит на всю эту комнату, он вот так вот целиком снимается. Там можно почистить, все убрать. Друзья, в описании к этому видеоролику будет подробная комплектация и ее стоимость. В принципе, по большому счету, все. Заказывайте такие бани в нашей компании. Мы будем делать, что-то экспериментировать. Я думаю, что из этого проекта что-то вырастет. Потому что это уже какая-то четвертая, по-моему, четвертое изделие. Или как сказать? Четвертое строение. В общем, что-то четвертое мы уже отсюда отгружаем. А следующий заказ у нас уже есть. И сразу после этой бани мы начинаем изготавливать еще что-то с отправкой в Москву. Да, в регионы тоже отправляем. Понятно, что логистика стоит денег. Но кому-то это устраивает и альтернатив нет. Ну что, друзья, оставляю вас в бане. Легкого вам пара. А с вами, как всегда, был Александр и проект Струежи. Пока!